Айти-Камасутра, сделай тебя программером, учи JavaScript на нашем канале. Айти-Камасутра, сделай тебя программером. Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем фигачить с вами функции. Напомню вам, что вот функция, крокодил наш, он может съесть определенный фрукт и вести себя, соответственно, как-то по-другому, как-то по-другому. Ключевой момент, ключевой момент, что вот его поведение остается, да, то есть он что-то делает, вот крокодил у нас, он что-то делает, он что-то делает. К сожалению, все, что он делает, как бы остается вот в нем. Вот крокодил, даже если он ест что-то, он что-то сделал, попрыгал, побегал, как бы, ну, и все. А на самом-то деле не все. Нам может понадобиться иногда попросить функцию крокодила сделать что-то, а потом дать нам результат, дать нам результат. И этот результат может зависеть от параметров, от этих съеденных яблок в том числе. То есть с правой стороны к нам приходят параметры, как в примере предыдущем, сейчас вам покажу. Вот, alert values крокодил, и мы ему засовываем в рот параметр с правой стороны. А что может быть с левой стороны? Правильно, ребят, какашка результат. То есть здесь у нас какой-то, типа, идет результат. Крокодил хавает жратву какую-то и высирает нам результат с левой стороны. Давайте посмотрим, где такое уже было. Такое было вот getElementById. Я хаваю параметр и высираю с левой стороны результат. Соответственно, этот результат мы и присваиваем адрес элемента. Я хаваю и показываю результат. Вот, например, консоль лог, он съедает параметр и делает что-то, да? То есть крокодил просто прошелся, попрыгал. Нет результата. Здесь мы никакого присваивания не делаем, потому что с этой стороны никакой какашки не вываливается. Но нам иногда, иногда нам очень часто нужны именно функции, которые принимаете результат и делают какую-то вот... и что-то выкидывают с другой стороны. Давайте сейчас мы и напишем вот такую вот функцию, которая будет что-то делать. И вот смотрите, мы находим элемент и выводим его значение. Выводим значение. Нам нужно получить значение какого-то HTML элемента. Окей, нам нужно получить, например, значение элемента value вот этого вот элемента. Вот, first name. Нам нужно, чтобы получить значение, нам нужно проделать много манипуляций. var. First name id. Определить id-шку этого элемента. Дальше по first name element. Вот так вообще никогда в жизни не делаются такие эти. Написать 2 секунды, но, блин, эти извращенские сокращения ни в коем случае. First name element. Равно. Мы говорим документ. Документ дай элемент по id. Документ get element by id. Видели, я документ написал с ошибкой? Вот так написал. Ставлю точку. И здесь, видите, не вижу. Get element by id. Сразу такой, ага, может ты документ написал неправильно. Неправильно. Переписываю документ, ставлю точку. И здесь все вот есть. Get element by id. Подсказывает. Я передаю сюда этот айд-шку. Айд-шку. First name id. И дальше я беру у этого first name элемента value уже. И, например, консоль лог делаем. То есть у меня, например, такая задача стоит. Логировать все значения всех элементов. Окей. Аналогично last name. Last name. Last name. Last name. Last name. Если я хочу залогировать еще раз, я делаю дублирование кода. Окей. Значит, если я хочу залогировать еще раз first name, я делаю дублирование этого кода. Хорошо, чтобы не было дублирования, мы делаем функцию. Мы оборачиваем весь этот код в функцию function. Даем имя функции через пробел. Называем first name lock. И оборачиваем скобочками. Ctrl-A, K, F. Красивое форматирование. Соответственно, мы теперь два раза здесь хотим залогировать first name. First name lock. Мы делаем это так. Если нам нужно еще раз, дублируем. Еще раз дублируем. Аналогично с last name. Мы говорим function last name lock. На last name lock. Залогировать. Оборачиваем. Ctrl-A, K, F. Выровняли. Только вот пробел эти не удаляется. Все. У нас есть две функции. И мы можем вот, давайте, вверху эти функции мы объявили. А снизу мы начинаем ими пользоваться. Аналогично мы можем last name. Мы определили две функции, и мы вызываем их, когда нам нужно. Заметьте, что теперь мы сам поиск элемента тоже закинули внутрь функции. Внутри функции, я вам говорил на прошлом уроке, мы тоже можем var делать, объявлять переменные. Знаете, какая особенность вот этих переменных, например, от переменной, объявленной здесь. Например, переменная yo равно I'm global. Это переменная глобальная. Что это значит? Помните, я вам говорил, если вот вы захотите внутри функции, внутри функции сказать консоль, консоль, лог, например, yo, то что браузер, дойдя до этой строчки, увидит yo и начнет искать сначала внутри функции. А потом, не найдя внутри, он выйдет во внешний рынок, вот пойдет за предел этой функции. Он не имеет право войти в другую функцию, то есть эта функция для него будет закрыта. Но он может лазить, шарить, вот искать, где есть это yo, и он найдет yo и будет его использовать. Так вот, соответственно, это поэтому глобальная переменная. А вот эти переменные, они локальные. Переменная, объявленная внутри вот здесь функции, она не видна снаружи нигде. То есть эти переменные, их видит только вот функция, сама функция в момент своего выполнения. То есть, грубо говоря, если мы этот var.yo объявим вот здесь, I'm local, то yo, я начну искать это yo, я найду его внутри себя вот здесь, и я его покажу. Нигде больше это yo использоваться не может. То есть yo вот здесь будет undefined, потому что я начну искать его, внутрь функции я не имею права заходить, я его не найду, и будет undefined. Внутри, если я здесь напишу yo, я не найду внутри себя, я начну искать снаружи, внутрь функции других я не имею права заходить, эта функция для меня закрыта, я поэтому ругнусь. Undefined. Об этом эта тема тоже отдельного разговора, об этом мы еще поговорим с вами многократно, потому что это очень важный момент. А пока просто вот понимаем то, что мы создали две функции, внутри этой функции мы создали локальную переменную, нашли по ней элемент и залогировали его значение. Смотрите, мы логируем значение, то есть наш крокодил делает какое-то действие. А если мы хотим, чтобы он не логировал значение, а вернул нам значение, а мы уже сами решим, что с ним делать, типа такого. А, ну давайте нет, давайте, во-первых, объединим эти две функции в одну, потому что мы видим, что здесь происходит практически одно и то же. Отличие какое здесь? Как бы отличие вот в этих перемен... Отличие вот на самом деле только вот в этом. Только вот в этом. То, что здесь переменная называется по-другому, это просто название переменной. Давайте назовем ее просто ID переменную. Так как она локальная, она может называться ID без проблем. То есть она не должна нести очень большой прям смысл ID. И здесь не first name элемент, а просто элемент. Просто элемент, все. То есть и здесь аналогично сделаем. Сейчас я вам покажу ID. Здесь ID, элемент, здесь ID и здесь элемент. То есть смотрите, когда я зайду внутрь этой функции, я увижу ID и присвою ей такое значение. Потом я начну искать элемент по этой ID, именно по этой ID. То есть я начну искать эту ID, я найду внутри себя же эту ID, поэтому она будет равна last name. То есть это просто наименование переменных. Все, когда мы его так вот переименовали, сделали эти переменные как бы более универсальными по названию. Если раньше это был last name элемент, как бы название переменной говорит нам о том, что это типа last name элемент. Сейчас мы просто сказали, это просто элемент какой-то. И это элемент какой-то, и это ID. Соответственно мы видим, что эти две функции отличаются только вот непосредственно IDшником, по которому нужно искать элемент. А дальше мы берем этот IDшник, по которому мы ищем, мы находим элемент. Мы всегда ищем элемент, что здесь, что здесь. Просто отличаются IDшки. Так как отличаются только ID, мы создаем универсальную теперь вот функцию, которая называется lock, lockValue, например. И этот ID делаем параметром. То есть мы берем и говорим, ID теперь не переменная var, а она как бы var, которая придет из параметра. Удаляем эту строку, удаляем слово var, потому что var запрещена, var не пишется. Все. Теперь у нас есть универсальная функция, которая во время вызова получает нужную IDшку. нужную IDшку, по этой ID ищет элемент. Дальше этот элемент берет его value и логирует его. Давайте теперь сейчас напишем lockValue, lockValue, lockValue. Так как теперь у нас наша функция принимает параметр, это значит то, что мы не имеем права вызывать функцию без параметра. Ну, мы вообще имеем право, но пока что, считайте, что не имеем права. Соответственно, мы должны сюда передать firstName. Мы можем передавать. Давайте вынесем эти ID. Давайте прям сразу и напишем, вот как пишется в реальной жизни. Нет, так не пишется, кстати говоря, потому что у нас здесь три раза вызова. var firstNameID равно. Ой, строка. И var lastNameID. LastNameID. И вот мы будем передавать. То есть мы вызываем одну и ту же функцию, но передаем в нее разный параметр. Здесь передаем, сейчас я просто продублирую. Здесь передаем firstNameID, а здесь передаем lastNameID. Опять же, смотрите, мы уменьшили количество кода, было две функции. Эти функции мы теперь удаляем. Остается одна функция, универсальная. Но что, если нам надо не залогировать это значение, а просто получить его, для того, чтобы решить самим уже, alert сделать или, например, или залогировать в консоль, или windowAlert, или консольLog, мы сами решим, как захотим, то нам нужно не logValue сказать, а типа dieValue. Мы создаем новую функцию и говорим getValue, дай значение, getValue. То есть я просто скопировал, продублировал, переименовал. И вот я теперь вызываю getValue и передаю опять же сюда, например, firstNameID. То есть я ожидаю, что наша функция теперь вернет значение в value, она не будет его логировать. То есть вот этого log не будет. Я просто ожидаю, что функция, я функции передам айдишку, то есть я не парюсь, я просто функции передаю айдишку, айдишку элемента, который вот на HTML я хочу найти, она сама внутри себя находит по этой айдишке элемент и возвращает его точка value. То есть немножко сокращаю как бы себе работу. Я говорю getValue, и это value, я ожидаю, что оно вылезет в виде какашки вот с левой стороны. И раз оно вылезет с левой стороны, значит я могу создать какую-то переменную, которую я назову value, например, и записать вот такую вот эту штуку. То есть переменная value схватится за то, что вернется из этой функции. Эта функция съест фрукт и создаст мне какашку, за которую я схвачусь. И в этой какашке будет значение, ну, значение вот этого вот элемента по этой айдишке. Для того, чтобы getValue, давайте сейчас посмотрим. И я потом скажу windowAlert, например. WindowAlertValue. Хочу заалертить это значение, которое вот будет окажется вот в этом месте. Окажется в этом месте. Аналогично смотреть как getElementById. То есть я вызываю getElementById, и он возвращает мне элемент и записывает его в эту переменную. Аналогично здесь я говорю getValue, дай значение. Говорю вот, вот айдишка. Я попадаю внутрь этой функции. Могу Ctrl зажать, кстати, и нажать клик. И попаду вот внутрь этой функции сразу. И я то же самое. Получаю айдишку. По этой айдишке я уже прошу документ найти мне элемент. А потом, вот я должен вернуть значение. Как вернуть значение из функции? Как создать вот эту вот какашку? Нужно перед тем, что вы хотите вернуть, написать return. Return. Ctrl A, KF, выровнять, return. То есть getValue. И она возвращает нам значение. Давайте попробуем, проверим, что нам сейчас за алерти. Должно FirstName вернуть. FirstName у нас Дмитри. Ctrl R, Дмитрий. Давайте подставим теперь вместо FirstName ID, LastName ID. И посмотрим, что сейчас алертим, какое значение. Кузюберлин. Все окей. Давайте теперь вот что сделаем, друзья. Давайте, ну, немножко потренируемся, скажем так. Облегчим нам жизнь. Вот очень часто, вот давайте запустим вот ту вторую программу. Сейчас я это назову 2, это назову 1. Посмотрите, в предыдущем коде у нас очень часто было getElementById. То есть мы, по сути, тоже, там и такие. Мы ненавидим дублирование кода, дублирование кода, это грех номер один. Но мы здесь тоже как бы дублируем и документ, getElementById. Пишем много букв, да, одинаковых. Ну, сложно, то есть, если нам надо найти документ по ID-шнику, то нам о элемент, то нам надо документ.getElementById. Давайте создадим функцию, которая будет называться просто getL, дай элемент. Естественно, мы будем все равно элемент искать по ID, поэтому как параметр эта функция будет принимать ID. Но она будет короче, мы не будем писать документ, getElementById. Мы просто скажем getL, дай элемент и передадим ID-шку сюда. Внутри, что мы сделаем? Внутри мы с вами проделаем ту же самую манипуляцию. Мы по ID, мы этот ID, мы делегируем, да, нам как бы функция. Нас вызвали, я функция, вот меня вызвали с ID-шкой, а я дальше хитрым способом просто делегирую вызов дальнейший на документ. Скажу, эй, документ, возьми эту ID-шку, которая пришла в меня и найди ее, найди ее, вот так вот. И на выходе я получу элемент, то есть эта функция вернет нам элемент. Дальше я, если, смотрите, здесь я делаю returnElement.Value, потому что я хотел вернуть из функции именно value, записанное в элементе. То сейчас я должен вернуть весь элемент, то есть я делаю returnElement, я возвращаю сам элемент. Все, теперь я могу просто getElement вместо вот этого документа getElementById написать getElement getL Сократился код, сократился. И мы как бы спрятали, инкапсулировали логику получения элемента вот в нашей функции, которую мы можем в будущем легко поменять. Например, мы хотим, мы хотим, вот смотрите, что получается сейчас, в 12 нажму. Сейчас я уберу эти все логирования, которые есть, alertValues, я сейчас alertValues, опять же, видите, мне, чтобы теперь не alertали значения, мне достаточно просто вот в этой функции внутри закомментировать вот эти две строчки. И все, и все эти вызовы, которые мы делали, они становятся, как бы, они вызывают функцию, которая внутри себя ничего не делает. Смотрите, осталось сейчас только вот это вот закомментировать, это у нас alertValues, console.log пишется вот, ну, закомментируем. Все, чистота. И вот смотрите, что, например, нам какую возможность дает вот эта вот наша функция по получению элемента. Мы хотим каждое обращение к элементу, к поиску элемента, хотим логировать. И мы, то есть, и мы знаем, что нам не надо писать, как раньше было, после каждой строчки, лог. А мы говорим, console.log, console.log, somebody, somebody wants, 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 get, wants, find элемент, buy ID. Кто-то хочет найти элемент по ID, все. Видите, сколько раз, вот мы знаем, сколько раз пытались найти элемент по ID. Ну, так как бы так, я сейчас выдумываю какие-то требования, такие задачи. Ну, идея, я надеюсь, вы поняли. То есть, подытоживая все это вышесказанное, наша функция может съедать какие-то параметры, и в зависимости от этого вести себя по-другому, либо же возвращать какой-то результат, либо же возвращать какой-то результат. Как, например, делать getElementByID? Она и принимает параметр, и в зависимости от этого ID-шки параметра возвращает нам нужный элемент. Также не забываем о том, что вот, если функция внутри себя встречает какой-то идентификатор, какое-то слово, например, ID, он начинает его искать внутри, вар не находит, тогда он идет в параметры, он видит параметр такой и его использует. Соответственно, здесь будет написано, например, lastNameID, он его не найдет в виде переменных, он его не найдет в виде параметра, и он выйдет за пределы функции, начнет искать его и найдет здесь, и будет использовать именно вот эту вот переменную. Ну, это тема для отдельного разговора. Проделайте практику к данному заданию, пожалуйста, и вы станете мастерами, джедаями. Вот так вот. До новых, новых, новых встреч в следующем выпуске мы поговорим с вами про объекты, чтобы более детально понимать, что это вообще за точка такая, что это за точка, что такое объект, что такое свойство объекта, что такое вот функция у объекта, видите, не функция сама по себе, вот getElement. Мы просто говорим getElement, то есть это функция. А эта функция, getElementByID, она через точку вызывается у документа. Аналогично, как, например, консоль, лог, то есть это точка ставится какая-то, почему есть у объекта какая-то функция, что это значит, что такое вообще объект, и нахрена он нужен. Об этом мы с вами поговорим в следующем выпуске. Айти Камасутра сделает тебя программером, друг. До новых встреч. Айти Камасутра сделает тебя программером, через JavaScript на нашем канале.